Господа, господин Интернин, господин Лайни, от имени Комитета по развитию туризма, я рад приветствовать вас на сегодняшнем семинаре, посвященном развитию совместных продуктов Санкт-Петербурга и региона Сайма. Рынок Курсниковых и Курсниковых непрерывно развивается, открывая для путешественников со всего мира все новые возможности. Важной особенностью этого развития становится создание комплексных маршрутов как региональных, так и международных, охватывающих несколько городов и стран. Китайская народная республика — это основной туристический ресурсный рынок для мировых туристических дестинаций и Санкт-Петербурга в том числе. Ежегодно, как уже сказали коллеги, более 100 миллионов граждан Китайской народной республики отправляются в туристские поездки за рубеж. В 2015 году в нашу страну, по предварительным ацентам, посетили более 1 миллиона 200 тысяч граждан Китайской народной республики, из которых порядка 600 тысяч показали целью своей визита при езде в нашу страну туризм. Что касается Санкт-Петербурга, то наш город с целью туризма посетило более 60 тысяч граждан Китайской народной республики за 2015 год, из которых 52 тысячи человек побывали в северные столицы в рамках соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской народной республики о безвизовых групповых туристских поездках в 29 февраля 2000 года. При этом значительная часть туристов из Китайской народной республики прибывает в Санкт-Петербург через Москву, поэтому общий топот китайских туристов в наш город составляет порядка 300 тысяч человек в год. Для Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга работа по продвижению города на китайском рынке и привлечению большего туристового потока из Китайской народной республики является одним из приоритетных направлений международной деятельности. Поэтому сотрудничество с нашими фенскими коллегами, в том числе из региона Сайма, по работе на китайском направлении может быть особенно плодотворным для каждой из сторон. Создание нового комбинированного города, сочетание в одном путешествии и посещении сразу нескольких туристских центров, таких как культурная столица России Санкт-Петербург и живописный регион Финляндии Сайма, сделает годок еще более интересным и познавательным. Мы надеемся, что наше сотрудничество по совместному продвижению, дестинации и привлечению туристских потоков из Китайской Народной Республики окажется плодотворным и будет развиваться, предоставляет площадку для создания новых интересных маршрутов и предложений. Далее по программе сразу следует небольшой доклад мой о туристах Китайской Народной Республики в Санкт-Петербург. Доля туристов из Китая и Санкт-Петербурга неукромно растет и имеет важное значение для увеличения туристского потока в Санкт-Петербурге. Стремительно растущий азиатский рынок является одной из наибольных перспективных туристских ресурсных баз для нашего города, принимая внимание на существующую на сегодняшний день тенденцию к сокращению туристских потоков в Санкт-Петербург и в Санкт-Петербургах и в Санкт-Петербургах. Оценивая объемы туристских потоков из Китайской Народной Республики, мы, в первую очередь, опираемся на статистику по тратичным службам России, которую тот, что уже привел, поэтому не буду здесь задерживать, я скажу, что цифра, на которой мы опираемся на данный момент, порядка 300 тысяч китайских туристов в год, и примерно 50 тысяч из которых прибывают в Санкт-Петербург напрямую по безвизовому соглашению. На данный момент мы отмечаем рост по сравнению с предыдущим годом в 2,5 раза. С увеличением спроса на новые туристические направления авиакомпании начнут предлагать новые направления для обеспечения комфортной логистики. В настоящее время китайские туристы могут напрямую прилететь в международный аэропорт Санкт-Петербурга-Фолково рейсами китайских авиакомпаний Hainan Airlines из Пекина и China Southern Airlines из городов Курмчи и Лянчжоу. Строительный растущий туристский поток Санкт-Петербурга из Китайской Народной Республики может прислужить толчком для открытия новых авиарейсов уже в самом ближайшем будущем. Немаложная роль в значительном увеличении туристских потоков из Китайской Народной Республики Санкт-Петербург сыграли мероприятия, которые осуществляли Существуемый комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга в 2016-м. Дороги направлены на подвижение Северной столицы России на китайском туристском рынке. В 2015-м году наш город принял участие в таких мероприятиях в Китае, как выставки BTC, IPTM, CITM, China Cruise Shipping и Синьцзянская ярмарка индустрии зимнего туризма города Курмчи. Совместно с Москвой, Казани и Ульяновском наш город участвует в межрегиональном проекте «Красный маршрут», ориентированном на привлечение туристов из Китайской Народной Республики. В 2015-м году состоялась презентация битвыгустой части «Красного маршрута» в рамках мероприятия по укреплению российско-китайского сотрудничества в области развития военно-исторического так называемого «красного туризма». В городе Шаошай мероприятие было организовано федеральным агентством по туризму России «Ростуризм» совместно с объединением «Мир без границ», которое специализируется на… объединяя в себе туристские компании России специализируется на азиатском языке. В июле 2015-го года в представительстве Министерства наставленных дел России в Санкт-Петербурге состояла встреча с делегацией с Китайской Народной Республикой во главе с членом постоянного комитета коммунистической партии в Китае города Цин Синь 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 по вопросу развития двустороннего сотрудничества в области туризма и красных маршрутов. В сентябре 2015-го года состоялся визит туристской администрации города Чанду из проведения Сочуана и был подписан протокол о сотрудничестве в области туризма. Также в сентябре 2015-го года на базе посольства России в Пекине, а также Генерального консульства России в Шанхае состоялась презентация туристского потенциала Санкт-Петербурга совместно с туркомпаниями Санкт-Петербурга для представителей турбизнеса Китайской Народной Республики. То есть мероприятие, в котором был представлен наш город и которое позволило представителям турбизнеса из Санкт-Петербурга и из Китая обновлять деловые контакты. В апреле 2015-го года в целях продвижения турпродукта Санкт-Петербурга на азиатско-тихоокеанском рынке и популяризации 70-ти полчасового безвизового пребывания в Санкт-Петербурге, комитет Санкт-Петербурга осуществлен прием группы туроператоров в составе 25 человек из Китайской Народной Республики. В рамках визитов был организован праздник с участием представителей комитета с организаторов проекта «Балтийские столицы» компаний «Санкт-Петербурга» и «СОБАС». В мероприятии приняли участие представители города Санкт-Петербурга. Чтобы стать еще более привлекательным регионом для туристского рынка Китая, необходимо правильным образом адаптировать туристскую инфраструктуру и сферу услуг, сделать ее более комфортной и понятной для туристов, приближающихся в Китае. Первыми шагами на этом пути является изготовление полиграфической продукции на китайском языке. С 2015 года китайские туристы могли пользоваться руководителями по Санкт-Петербургу на 3-5 дней. Вот такие образцы, печатные продукции, которые приготовлены комитетом по развитию туризма специально для китайских туристов, чтобы пребывание в нашем городе было наиболее комфортным и удобным. И также памятка на китайском языке в безопасном пребывании в Санкт-Петербурге. В текущем году комитет по развитию туризма планирует также осуществить ряд мероприятий, направленных на продвижение нашего города на китайском туристском рынке. Среди них презентация туристических возможностей нашего города в Гонконге и Гуанчжоу, прием группы китайских журналистов и футуроператоров в Санкт-Петербурге, запланированные на мае этого года, участие в международной туристской выставке «Битэм» в бикини в июне 2015 года, размещение наружной рекламы в аэропортах крупных городов Китая планируется на курсе, размещение имиджевой информации о городе на портовых журналах китайских авиакомпаний, проведение мастер-классов для ательеров с привлечением китайских спикеров и представителей Ассоциации «Мир без границ» с целью интеграции программы China Friendly в гостиничный бизнес города в течение 2016 года. Кроме того, комитет по развитию туристов мы также планируем применять в мероприятиях, направленных на сотрудничество с Китаем и привлечением китайских туристов в Россию, организуемых федеральным агентством по туризму. Также с целью продвижения города ведется разработка страниц по Санкт-Петербурге о туристских возможностях нашего города, популярной в Китае социальной сети Weibo. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ